В итоге многих лет, а кто-то и в своей жизни, большинство женщин говорят о том, что главное в жизни семья и дети. Так что же такое семья? Почему многие женщины хотят завести семью? Для того, чтобы получать заботу и внимание, или всё-таки для того, чтобы отдавать Любовь, заботу и внимание? Или это как-то взаимосвязано? Может быть, мы настраиваем своё звучание для того, чтобы выполнить своё главное предназначение — быть заботливой женой и мамой. Заботливой женой и мамой быть — это не главное предназначение женщины. Главное предназначение женщины — это реализовать свой потенциал. Потенциал у большинства женщин, особенно тех, которые проходят этот курс, чтобы вы понимали, этот курс проходят только развитые женщины, даже если у них не всё в порядке в жизни. Женщины с большим потенциалом. Те, которые меня слушают, но сюда не приходят или меня не понимают, они не способны уловить ту информацию, которую я вам даю. Поэтому изначально вы уже имеете большой потенциал. А потенциал современных женщин идёт в двух направлениях. Это семья и социум. Современной женщине очень тяжело быть счастливой в рамках только семьи. И то это должна быть такая семья, где муж обеспечивает постоянно какие-то развлечения, какое-то новое мероприятие, где его бизнес является естественным продолжением его бизнеса. То есть она устраивает какие-то бизнес-встречи, вечера, благотворительностью занимается и так далее. Поэтому женщина, скорее всего, сейчас может быть счастливой только тогда, когда она реализована и в семье, и в социуме. Но ввиду того, что генетически мы из поколения в поколение, большинство женщин ориентированы на принятие, на сохранение домашнего очага, на вот эти все вещи, вот у нас традиции, культура, то женщина чувствует себя всё-таки немножко дискомфортно. Чаще всего она реализуется в социуме через мужчину. И это правильно — реализоваться в социуме через мужчину, плюс ещё иметь своё занятие для раскрытия своей личности. Поэтому гармоничным, я считаю, развитие и там, и там. То есть потенциал — это развиться и в семье, быть и матерью, быть и женой, быть и дочерью для своих родителей, и центром семьи. Вот я считаю, что женщина развитая — это центр семьи. Это женщина, которая близких, друзей сплачивает, является таким источником радости в семье, чего-то нового, чего-то интересного, задаёт тону семье. И плюс это женщина, которая не ограничивает себя в реализации, если она хочет реализовываться в социуме, в творчестве, в профессии. Очень многие женщины сейчас ориентированы на зарабатывание денег, они получают от этого удовольствия, ни в коем случае нельзя себя в этом ограничивать, потому что вот социум навязывает рамки, что жена должна только через мужа реализовываться. Нет, женщина должна ещё рядом быть, развитой. А в некоторых семьях женщина даже больше, чем муж, зарабатывает, и это не является показателем чего-то, какой-то ненормы. То есть вот она на это заточена, зарабатывает деньги, ей это нравится, а муж какие-то свои функции выполняет в семье, при том, что он свою профессию имеет, и там реализован. Вот разные сейчас бывают женщины. Поэтому любовь, забота, внимание отдавать, любовь, забота, внимание получать, в идеале это должно быть в гармонии. И одно, и второе. Отдачи нет без получения. Те люди, которые, женщины, которые только хотят получать заботу, внимание, это эгоистки. В конечном итоге они не получают заботу, внимание, либо они получают это в искажённом варианте, играя какие-то роли. Да, всё равно они себя ограничивают. Играли жертвы или садиста. Не надо играть роли, я вам не рекомендую, а баланс получения и отдачи. Что такое баланс? Это когда люди, которые рядом с вами, счастливые с вами. Они к вам стремятся, они к вам стремятся как к источнику света, причём они стремятся к вам как к источнику радости, а не как к источнику боли. Потому что когда зависимость, ты стремишься к источнику боли. Когда это любовь, ты стремишься к источнику радости. Поэтому нормально, когда женщина хочет завести семью, чтобы вы понимали, не все женщины заточены на рождение детей. Мы с одной из сокурсниц, не с сокурсниц, а девочек, которая учится на курсе, обсуждали пару дней назад этот вопрос. Не все женщины заточены на детей. У меня есть такие подруги, которые не хотят детей. Не хотят, они реализованы в творчестве, им там нравится, и это не является обязательным. Всё, что говорит вам социум, не является обязательным. Вы должны слушать только себя. У многих есть такие глубинные какие-то страхи, которые даже со специалистами сложно раскопать, но тем не менее над этим надо работать. Но пока вы будете раскапывать все эти страхи, это могут пройти годы, годы, годы. При этом, если вы родите ребёнка, то этот ребёнок может расти в атмосфере нераскопанных страхов и будет совершенно ненужным, на окраине семьи будет находиться. То есть нужно всё-таки быть данным в вопросе эгоистом и думать, готовлю ли я сейчас полностью отдавать часть своей жизни, времени ребёнку, заботе о нему или созданию семьи, а некоторым — созданию семьи. И только тогда, когда вы готовы идти в создание семьи, а не потому, что социум навязывает такие стереотипы. Понимаете? То есть очень важно слышать себя. У нас бывают периоды в жизни, подъёмы, спады, какие-то внутренние травмы, которые мы ещё не отработали. Поэтому не нужно, руководствуясь правилами социума, делать, прогинать ситуацию и потом очень сильно об этом сожалеть. Бывает так, что женщина сегодня не готова вообще к отношениям никаким, а завтра она уже начинает потихонечку раскрываться, а послезавтра она совсем раскрывается к этим отношениям. Это какие-то периоды внутренние, ритмы такие. К ним надо прислушиваться обязательно. Женщина создана и для семьи, и для социума, для работы. И в идеале она должна быть реализована везде, уметь распределять время, уметь уделять внимание семье и мужу, но не зацикливаться на этом, а уметь выделять внимание своим хобби, заботам, уходу за собой и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова